Уйгурские дети Судя по видеозаписям, взятым из китайских социальных сетей, китайский режим продолжает использовать уйгурскую молодежь в качестве рабов для производства электротоваров в мастерских в разных провинциях Китая. Видеороликами в своем личном аккаунте поделилась свидетельница лагеря Зумред Давуд. Женщина подтверждает, что уйгурскую молодежь, упоминаемую в международных отчетах, вывезли в Восточный Туркестан или китайские провинции и принудили работать на китайских фабриках. Согласно информации, сотни уйгурских мужчин и женщин, которых заставляли работать в Восточном Туркестанском филиале Вайхайдзуйской компании по рыболовству, контролируемой Коммунистической партией Китая, заставляли хором петь государственный гимн страны. Судя по изделиям, произведенным уйгурами, большинство этих мастерских принадлежало иностранным брендам. Британская газета Guardian сообщила 15 марта, что Министерство иностранных дел Великобритании в 2022 году отказало во въезде максимальному количеству исследователей и студентам из Китая. В 2016 году отказы в визах получили 13 граждан Китая, в 2020 году 128 человек, а в 2022 году 839 студентов и 265 исследователей. Согласно отчету, это связано со строгой позицией британского правительства в отношении научно-технических связей с Китаем. Согласно новостям, ведущие британские исследовательские институты закрыли свои двери для Китая после того, как 5-я разведывательная служба Великобритании сообщила об усилении китайской шпионской деятельности Великобритании. Совместные военно-морские учения Китая, Ирана и России, которые стартовали в Оманском заливе и продлятся 5 дней, продолжаются. В заявлении Минобороны Китая отмечается, что учения укрепят фактическое сотрудничество военно-морских сил трех стран и добавят позитивной энергии региональному миру и стабильности. В заявлении указано, что учения проводились в районе, где Индийский океан соединяется с Персидским заливом и где расположены береговые линии Ирана, Пакистана, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Южная Корея сообщила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету большой дальности в направлении Японского моря. Генштаб Южной Кореи сообщил, что баллистическая ракета большой дальности была запущена из района Сунан, недалеко от столицы Пхеньяна, в 7 часов 10 минут утра по местному времени. Минобороны Японии подтвердили, что ракета, пролетев в воздухе 1000 километров, достигла высоты 6000 километров и упала за пределы исключительно экономической зоны Японии в 8 часов 20 минут утра по местному времени. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА